В общем, сегодня у нас получается 22 мая, и я собираюсь, я иду на станцию, она у нас здесь рядом, кстати, находится, и буквально две остановочки проехать до аэропорта. Мы живем в Банти, аэропорт тоже находится в Банти. Быстро. Продолжение следует... Приехали в аэропорт Баве. Это аэропорт находится около Парижа, но он не очень рядом, необходимо ехать еще на автобусе. Вот, аэропорт там находится. А здесь площадки для автобусов, ну, экспресс-автобусы, которые едут до Парижа напрямую. Там еще стоят таксисты. Конечно, лучше заказывать заранее, потому что, когда прилетает самолет, все поднимают цены. Вот такое место. Мы пока не уехали, ждем такси. Вот, собственно, здесь есть общественный транспорт, есть автобус городской, можно доехать до станции, но он ходит только до восьми вечера. И ходит довольно-таки редко. Так что, вечером единственный вариант остается. Либо пешком идти. Вот в таком райончике мы жили. Здесь вот река, прямо рядом с домом. Называется она Ривери Труитис. И она прям вот, буквально, забор касается приусадебного участка. Даже, мне кажется, мы на уровне реки вот жили. Наш пол, наверное, на уровне вот этой реки был. Но здесь достаточно дешево для Франции. 55 евро за ночь. Ну, все есть. Вот, собственно, вот они, эти окна наши. Ну, высоко, че. И тут какое-то окно. В общем, идем на поезд. А что удобно, что станция прямо здесь. Вот, буквально, за забором. 5 минут идти. И поедем в Париж. На поезде. Вот уже и вокзал. Да, наверное, на какой-то из этих поездов надо сесть. Такие красиво-постриженные деревца. Вон там такие деревья. Такое все масштабное. Лучше просим, чему он не кривой у нас. Такие деревья мощные. Конечно, после Финляндии. Ну, то, что там сосновые, еловые. Вот такой прикольный мох здесь. Все мхом покрыто, все. Экономичные мусорки. Лишь, они взяли подпорку для дерева. Ну, такое приятненькое, вроде все. Станция Бове. Любове. Красивый вокзал. Ну, нам надо зайти туда. Заходим. Билет у нас уже куплен. Просто садимся. Как... Приехали. Париж. Кареда Норд называется. Станция. Вот. Такой приятный, вроде, вокзал. И самое главное, что нет досмотра никакого. Можно спокойно заходить. Выходить. Любой человек может зайти. Даже бомжа. О, как хорошо. Как мне не нравятся вот эти вот только люди. Представучие. А так вообще... Да, вот которые... Купер-растольники. И что-то еще говорят там. Прикольно тут люди живут прямо на улице. Имеют матрасы. Дом. Надо найти станцию. Да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чапель. Район Сан-Денис Пригороде Парижа Это считается уже не Парижем, это вот отдельный город Здесь вроде симпатичненько, но очень много, очень много культурных обогатителей встречается И очень мало магазинов, нормальных магазинов с доступными ценами Вот, кстати, какая-то кафешка Нужно зайти вечером Хотя нет, мы, наверное, все деньги оставим, если зайдем в эту кафешку Вот стрит-арт Представлен Тут вообще белых лиц нету, да? Я так понимаю Вот, видишь, как красивая какашка Списки замечательные Едем в центр на Эфреу башню посмотреть И оказались на какой-то пешеходной улице Наверное, это центральная улица вот этого городка Сан-Денис Тут тоже всякие закусочные Бразерии Рестораны Блин, куда я их? Не засняла Не засняла Вот В общем, интересно Колоритненько Очень много Как-то таких национальных магазинов Для Каких-то арабских Людей Для индусских людей Ну, тут, мне кажется, больше такого арабского Плана И много Афроамериканцев Правильно я сказала? Афроамерикансы Коренные французы Да То есть, скорее всего, они, конечно, коренные французы Которым дают гражданство без проблем Наверное, да Кроме нас Мы где-то не подходим Да О, за 10 евро Можно купить штанишки Джинсы Ну, вот тут вроде ничего так подешевле Ну, базарка, значит Рынок Ладно Ну да, смотреть особо нечего Это для местных вот этих Наверное, интересно Но Вот доехали до Ефелева башня Ну, ничего особенного Но Больше нам понравилась Это Вот эта пробка Бесконечная На перекрестке Там Огромное количество людей И Никто не может разъехаться Просто со всех сторон На этом участке На этой перекрестке Все едут Друг навстречу друг другу Короче, сыр-бор полнейший Еще мне нравятся вот эти купола-луковички Рядом с эйфелевой башней Это какой-то храм Православный, наверное, да? Рядом с остановкой Культура эйфель находится Одна из самых известных Центровых площадок С которой открывается Очень красивый вид На башню И поэтому Там огромное количество людей Вот она там Впереди Сейчас подойдем Посмотрим Вот Сейчас, значит Мы подходим И там Просто не протолкнуться О, боже мой Да, вот Понятно Ну да, вид действительно красивый Но Если вы согласны Что на вашу фотографию Еще будет полсотни людей Ну, то в принципе Может сюда прийти Ну, то в принципе Не знаю, куда я потом Делаю эти кадры Наверное, я их просто сотру Тут очки забыл Я бы так хотел полежать Внутрь туда можно А, там типа шмон, да? Там билетно Билетно? Конечно Вот этот шаг билет Я думал, это просто шмон Здесь я люблю Я знаю, это просто Я думаю, что это просто Поэтому Я люблю Я люблю Да, вот Внутрь Я люблю Белый Я люблю Этого Я люблю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, это Марсово поле, такая хорошая травка, замечательный газон. Только жалко, что это все за забором находится. А так атмосфера здесь прикольная. Очень много людей. Вот она башня. Народ бегает. Конечно, хотела бы вот именно посеять на травке перед башней. 330 метров высотой. Строилась с 1887 по 1889 года. До сих пор можем любоваться. В общем, ехать смотреть на Эльфилевую башню перед Олимпиадой это полный отстой. Все газоны закрыты. Все тропинки перекрыты. Идет полным входом какое-то строительство. Нигде не пройти. Вот, пожалуйста, грязь. Все, все абсолютно перекопано. И перед Эльфилевой башней еще установили сейчас трибуны. Видимо, там будет зажжение Олимпийского огня. Вот это вот эти все. Нигде не пройти. Речный стол. Да ешь, ешь, не стесняйся. Местный парижский грач. Чистит клюв. Прикольно жить вот в этом домике с красивыми французскими балконами. Прямо напротив. Башеньки. Кто во что гораст. Люди вообще с ума сходят. Вот прям посреди дороги. Стоят и фотографируются. Ну вот они перебегают даже некоторые. Но это вообще уже крэш. Это очень опасно. Никогда так не делайте. Сколько замков? И они, да, все вот эти одинаковые замочки. И вот сзади стоит чувак, который эти замки продает. Говорят, что он потом даже, они потом сфильм вот эти замки продают заново. Но я не уверена. Они просто открывают старым ключом. Да, можно, кстати, открытым ключом. Просто надо запомнить, какой замок, какой ключ к какому замку подходит. Наверное, это не очень легко. Почему себе нравится вверху замки вешать, а внизу никому не нравится? Кто что гораст? Устраивают фотосессии в платьях со всеми установочными освещениями. Интересно. Здесь тоже все перегорошено, тоже перегорошено. Самые красивые виды доступны в этом году только строителям, а нам доступно это за забором. Интересно, что значит объявление сорванное. Там у нас надпись HOMO. Вот это еще одна смотровая площадка, находится с другой стороны от морского поля. Здесь тоже очень много людей, красивые виды, но людей очень много. И достаточно сложно найти точку, действительно красивая. Пока что ходим здесь. Пытаемся понять, куда дальше идти. Крабочную. Да. В целом бы что-нибудь сожрать. Ну вот я снимаю, как здесь вид. Ну как бы красивых реально точек здесь не очень много. Обязательно у тебя в кадре будут какие-нибудь люди, либо решетки. Просто какая, не знаю... В Париже в двадцать четвертом году это сплошные решетки. Очень много туристов. Такая атмосфера. Веселая. Вот мы пришли. Это называется Сады. Сады... Торниду. Торниду. Я не знаю. Сады. Сады Торниду. Сады. Тракадыра. Сады Тракадыра. Сады Тракадыра. Сады Торниду. Очень много людей. Вот. Но холодно. Сегодня такая прям холодная погода. Сначала с утра, вот когда солнце было, было прям очень тепло. Как только солнце скрылось, прям вообще холодный ветер. И какая-то такая прям погода весенняя. То есть мы из Хельсина улетали по двадцать пять градусов. Здесь холоднее. И ещё собирается дождь. Я в чём-то думала, что здесь будет как-то потеплее, в принципе-то. Да? Иди, я не буду. Это гладко. Иди, я не буду. Иди, я не буду. Мы тут приехали в Декатлон. Тут такие красивые розы цветут. Такая красота. Нереальная. Прям на парковке высажена. Очень красиво. Здесь все есть магазины. Ашана, Леруа. Рокрайдеры, я помню, у нас такие велосипеды продавались. Сколько они стоят? 359. Ну такой вот. 289. Если вот маленькая звезда спереди и большая звезда сзади, какая будет повышенная или пониженная? Пониженная. Шоссеры. Трибан. Трибан. Самые эти цена хочу. 50. У нас, наверное, так же осталось. Ну, с перещателем. А это что? 2750. Такое интересное здание. Вот эта часть у него просто сливается. Как будто это дом. Ну, на самом деле это отражение. Очень интересно сделано. И здесь как будто продолжение вот этого здания. Не видно его. Такой прозрачный куб. Можем подойти поближе, глянуть. Ну вот, мы там. Вот, а это мы тут стоим. Как ярко. Можем сейчас, да? Да, кстати. Там, скорее всего. Нет, они там. Это просто кирпич. Здесь можно посмотреть. Внутрь там. В общем, там как-то кирпичное здание. А это вот станция метро. По подобию этой станции была сделана станция на Киевской. В рамках российско-московско-французского парижского взаимодействия. На Киевской построили такой же вход в метро. Да. И он там сколько был? 90, что ли? Ну, короче, он был там много лет. И два лет назад его снесли. Когда была реконструкция, делали крышу над этими входами. В итоге вот этот вот вход на Киевской снесли. И он теперь просто в железной коробке. Да. Да, вот такая печальная история. Что-то нету. Что-то опять мы накосячили. Я хочу сказать, что она сейчас будет налево. Вот здесь она будет. Слева. Какой-то... Чё, все здесь боятся идти? Да, просто? Боятся идти по... Вы видите, она обходит стороной. По решетке боятся идти люди. Вот. Здесь тоже парк. Справа. А вот здесь, наверное, это пирамида находится. Ну да, да. Точно. Лувра. Ну вот она. А здесь... Пакистанцы... Почему? Я думаю, здесь нельзя войти. Вряд ли здесь можно войти. Не знаю. Вроде говоря, что в Лури самое интересное, это вот эта пирамида. Не знаю, пойдем ли мы туда. Сложно сказать. Вообще, я люблю фотографироваться на этом пеньке. Народу тьмой. Хеллоу. Хеллоу. Ну чё? Да. Сидим мы... Сидим на Луврской площади. Луврская площадь. Хе-хе-хе. Да нет, я не знаю, куда ее назвать. Ну, наверное, да. Хотя я вам все равно скажу. Луврской площади посидим. Да нету я никакого названия. Вот здесь есть памятник Людовику XIV. А впереди нас, я думаю, это непосредственно Лувр, где все картины, в том числе Мона Лиза, Венера и Милоска, скульптура расположена. По отзывам говорят, что, во-первых, необходимо вставать вообще не в 7 утра, чтобы попасть в это место. А во-вторых, ну, стоят дорого. И, как бы, мне кажется, здесь и так достаточно достопримечательность, которую можно посмотреть в... Огромное... Ну да, огромное количество бесплатных достопримечательностей, которые за три дня ты точно не обойдешь. И если, конечно, у тебя месяц, ты можешь пойти и в Улвар, и еще куда-то. Я думаю, в такую хорошую погоду надо обязательно гулять. Так что мы гуляем, сидим здесь. Вот сзади тоже красиво, такой вот дворец. Еще почему-то не работает фонтан. По идее, этот фонтан должен работать. Хорошая погода. Внутрь мы не пошли. Там можно просто гулять, внутри посмотреть и, наверное, что-то. На пирамиду внутреннюю, которая конусом вниз. Но я думаю, ради этого не стоит ставить очередь. Так, сейчас пойдем дальше. Хотим посмотреть парк Рояль. Парк Рояль. Как-то так он называется. И на смотровую площадку. Смотровая площадка в галерее Лафайет. Вот так называется. В общем, посмотрим. Оттуда хороший вид на Эфрилов башню. К нам идет продавец всякой герунда. И он продает всякие статуэтки этой Эфрилов башни. А интересно, а можно купить прям всю вот эту связку? И типа висю на шею. Прикольно было. Так и находиться. Сидеть там башню. Сидеть там башнями. Сидеть там башнями. У нас такой чай-чай-чай-неды. Сидеть там башнями. Сидеть там башнями. Сидеть там башнями. Поздравляем Башнями. Сидеть там башнями. Сидеть там башнями. Продолжение следует...